Здравствуйте! С вами программа «Давайте разберемся». Я ее ведущая Наталья Зайченко. Считанные дни остались до начала нового учебного года. Самое время подвести итог. Что сделано городской властью для обеспечения учебного процесса? Все ли школы готовы принять своих учеников? Сделаны ли ремонты? И за чей счет? Разберемся и в новациях учебной программы, проблемах отрасли и перспективах ее развития. Гость в студии сегодня заместитель городского головы Анатолий Пуставаров. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что, действительно, пара дней буквально осталась до начала нового учебного года. Для начальной школы, профильным министерством разработан ряд новаций, хороших или плохих, давайте судить хотя бы по истечении этого года. А пока в плане информации, что ждет нового школьников, что предусматривает вот та самая модернизированная программа обучения? Ну, наших запорожских школьников ждут знакомые им школы, конечно, но действительно о той реформе министерства образования, о которой идет сейчас активно речь, о подготовке новой концепции вообще украинской школы. Конечно же, вы справедливо сказали, будем говорить позже. На данный момент есть некий перечень рекомендаций от министерства, которые в основном направлены на дошкольное образование. То есть на данный момент взяты практики европейские, мировые, где для школьников первых классов в большей степени идет, вы знаете, такая тенденция на то, чтобы раскрывать их как личность, чтобы они наоборот не боялись и не закрывались. То есть для этих целей отменена там красная паста. Казалось бы, такой мелкий момент, но действительно, чтобы не давить на молодого человечка, не подчеркнуть, не указывать на его ошибки, министерство считает, и в принципе я в чем-то тоже согласен, что наши дети не должны бояться ошибаться. То есть они должны войти уже в более, скажем так, последующие классы, готовы к тому, что надо изучать тему, надо пробовать, не бояться ошибиться. И, конечно, охарактеризовать в общем изменения можно так, что немного упрощается программа. То есть наши специалисты считают, что она перегружена. И, в принципе, по отзывам от друзей, у которых есть маленькие дети, я в этом согласен, сидят некоторые папы и решают задачи третьего, четвертого класса и решить не могут. Поэтому, конечно, концепция и курс, который взят на то, чтобы раскрывать детей как личность, чтобы они не боялись экспериментировать, не боялись получить двойку. Поэтому для этих целей введено более десяти рекомендаций, где отменены оценки, упрощена программа, где, самое главное, это для педагогов, теперь сам учитель решает, а когда же переходить к новой теме, сколько часов той или иному предмету или теме надо уделять. Это уже на усмотрение учителя, так как я учился в школе, и все мы знаем, что и человек от человека отличается эта личность, и класс от класса отличается. Поэтому нельзя подводить всех под одну гребенку. И теперь у учителя есть более, скажем так, ширина возможностей, чтобы понимать, все ли усвоено, надо ли еще добавить где-то, либо усилить подачу материала. Поэтому вы еще раз справедливо сказали, что посмотрим, время покажет, правильные ли эти рекомендации. Ну, а мы, со своей стороны, не все от нас зависит в области самого обучения, самого процесса, методологии. А наша, конечно, задача городской власти – это обеспечить комфортные условия. Ну, вот, к слову, в этом году, насколько мне известно, выделена рекордная сумма именно на подготовку школ к началу нового учебного года, ремонт и реконструкции. Что за сумма была выделена, и главное, что удалось за эти средства сделать? Ну, сумма действительно впечатляющая, хотя я хочу вам сказать, вообще, вот, бюджет образования – это одна из самых больших строчек в бюджете города Запорожья, в принципе, любого, скорее всего, города. И она более 1,2 миллиарда гривен, и сумма звучит как бы колоссальная, но и богатство образования, я имею в виду количество учреждений, это и дошкольные учреждения, детские садики, и школы, и профтехобразования, и внешкольные учреждения, да, оно действительно тоже большое, поэтому сумма такая колоссальная. А если присмотреться внимательно, то на каждый, скажем так, вид затраты не такие большие средства. Поэтому мэром Владимиром Буряком была поставлена задача увеличить существенное финансирование этой области, и, в частности, в развитии, не в проедании, а в развитии. И поэтому, если говорить о ремонтах, таком насущном, понятном всем нами вопросе, то есть в три раза был увеличен бюджет, то есть если в том году это было чуть больше 40 миллионов гривен, то в этом году это уже 136 миллионов. То есть это солидные средства. Упор был взят на дошкольное образование, наши детские садики. Но и школы, это порядка более 200 объектов у нас на данный момент, где это мелкий ремонт, где это уже капитальный, даже с реконструкцией. Конечно же, хотелось здесь больше. И само наше, скажем так, городское хозяйство, образование нуждается, конечно же, в ремонтах. И очень обидно это констатировать, так как вообще, я даже в шутку говорю своим коллегам, своим департаментам, с которыми мы это проводим, работу, и говорю, что уже все департаменты и все, скажем так, и начальники территориальных отделов образования, да и директора школ и обычные учителя уже превратились в строителей. Хотя основная функция, конечно, это учить. Поэтому хотелось бы, чтобы мы после сложных годов Украина и экономика Украины взяла тенденцию на рост. У нас появилась возможность за 2-3 года привести, причесать наше учебное учреждение города в порядок, чтобы все последующие уже средства, которые будут выделены, они шли непосредственно в образование. То есть начиная от заработных плат, от этого никуда не уйти, с этого надо начинать и заканчивая уже, чтобы мы вкладывали деньги в детей, в их образование, в новые какие-то образовательные программы, в создание новых обучающих центров. И мы уже закладываем фундамент. Уже сегодня мы готовим несколько интересных проектов по центрам инклюзивного образования, по центрам STEM-образования. И я думаю, в последующие годы мы в городе Запорожье сделаем несколько таких пилотных проектов, которые, я думаю, будут лучшими на всей Украине. А главное, чем больше городская власть будет вкладывать в развитие школ и, в частности, в ремонты, тем легче на кошельки родителей, которые в прошлые годы немало вносили. Безусловно. Безусловно. Никто не скрывает, что большая финансовая нагрузка на плечах наших родителей. Это печально, так как мы видим уровень жизни населения, мы видим, какие заработные платы и какие затраты, соответственно, несут граждане. Поэтому, конечно же, мы будем продолжать выделять средства из городского бюджета на то, чтобы снимать эту финансовую нагрузку, перекладывать ее на плечи наших налогоплательщиков, нашего бюджета. В частности, мы, скорее всего, будем в следующем году планировать и закреплять за каждым дошкольным учреждениям. И школа какие-то средства выделяет все-таки уже и на моющие, и на какие-то мягкие инвентарь, на какие-то мелкие вещи, на которые родители сдают деньги, благотворительные фонды. Это родителям, скажем так, решать, куда пойдут их деньги. Но я думаю, что появится возможность либо убирать эту финансовую нагрузку, либо перенаправлять ее по усмотрению родителей на какие-то другие уже нужды. Анатолий, а что с финансированием бесплатных обедов младшеклассников и льготников? Я знаю, что профильное министерство разрешает муниципалитетам отказаться от этой финансовой нуши и не выделять средства из городского бюджета. То есть может измениться что-то в организации питания для школьников? Давайте сразу родителей предупредим. Ну смотрите, мы с начала бюджетного года действительно и профильное министерство, и министерство финансов на усмотрение местной громады этот вопрос переложило. Так как с учетом финансовой децентрализации теперь на местах определяется и процент средств, и те категории. Но в этот сложный переходной период, когда мы видим, скажем так, какое экономическое состояние, социально-экономическое нашего населения, мы не стали ничего рубить с плеча и оставили все эти льготы. То есть это и первый, и четвертый класс у нас питаются бесплатно. И все эти категории питаются бесплатно, мы еще прибавили категорию, это дети участников антитеррористической операции. И на 1 сентября тоже изменений никаких не произойдет. Это и по садикам уровень оплаты останется прежним, и по школам все сохранится. Вопрос на следующий год, это уже вопрос широкой дискуссии. Конечно, мы будем смотреть, так как, конечно же, надо более эффективно подходить к тем средствам, которые у нас есть. То есть извне дополнительных надходжений не приходится ожидать. Поэтому надо искать внутри резервы, и будем смотреть объективно, даже те дети, которым положен, допустим, обед либо питание, они все питаются. То есть, а это погода, выходят серьезные деньги, это миллионы. Поэтому будем уже точечно подходить к этому вопросу, и чтобы, скажем так, не навредить. Потому что я считаю, что любые изменения надо в первую очередь проводить так, чтобы не сделать хуже. Поэтому вопрос широкой дискуссии, мы будем обсуждать это и с общественностью, и с педагогическими коллективами. И я думаю, уже к следующему году подойдем подготовленные с оптимальным решением. А существует ли кадровая проблема в запорожских школах? Мы все знаем, какая зарплата у бюджетников, да, и любой студент, закончивший вуз, вряд ли пойдет на такую зарплату работать. Может быть, из городского бюджета как-то мотивировать учителей? Какие планы городской власти? Ну, смотрите, я как вам, как чиновник, тоже с маленьким стажем, но отвечу, что кадры – это главная проблема. И главная проблема стоит не только в их нахождении, в их мотивации. Я вообще считаю, что вот, я буду говорить о социальной сфере, которой я курирую, что основные, вот я вижу, четыре базовые вообще проблемы. То есть первая проблема – это наша классическая, украинская, это вот тотальное недофинансирование. То есть, конечно, вот я вам называю цифры, там, более миллиарда гривен в образовании. А на самом деле, там, чуть ли не 70-80% – это зарплаты, коммунальные услуги и все. То есть, по сути, бюджет проедания, а надо все-таки в развитии, я уже об этом говорил. Поэтому надо существенно увеличивать финансирование на государственном уровне. И я вам хочу сказать, что если отходить в лирику, то образование – это такая базовая вообще дисциплина, институция, с которой начинаются вообще и заканчиваются все проблемы. И в экономике, и в политике, и в культуре даже. Так как и в здравоохранении. Потому как все выходят, все специалисты выходят с образования. Все, скажем так, все воспитание наше культурное, вообще восприятие, наша нация вообще тоже уходит с образования. Поэтому, лично мое мнение, на этой отрасли экономить это преступно. И я бы на государственном уровне рекомендовал бы все-таки повышать уровень финансирования. Но при этом, переходим к второй причине всех проблем, это, конечно, рационально эффективно используемые средства. То есть, объективно надо сказать, что, и мы это видим уже по работе, которая проделана за этот год, что те средства, которые выделяются, они неэффективно используются. То есть, есть резервы еще внутри вот этих миллионов и миллиардов. Это мы говорим и о энергосберегающих каких-то, конечно же, проектах. Это мы говорим и о рациональном использовании вообще, и того же кадрового потенциала, который у нас есть. И, в принципе, тех программ. То есть, есть программы, которые себя оправдывают, есть, которые нет. То есть, должен идти какой-то мониторинг, отслеживание. И заменять и внедрять что-то новое нельзя останавливаться на месте. Третья причина, это, конечно, кадры. И здесь два момента. Есть и финансовая, и не финансовая мотивация. И я считаю, это один из ключевых моментов, так как действительно учителя получают достаточно мизерные заработные платы, а в их руках наше молодое поколение, наши дети, которые именно в этом возрасте можно заложить там фундамент какой-то в голове наших будущих, нашу надежду нашей нации. И, конечно же, сами учителя должны быть мотивированы. А на данный момент это всё держится на исключительно, скажем так, воодушевлении о том, что здесь работают фанаты своей профессии в большинстве, то есть, которые безумно просто влюблены в свою работу, в своих детей. А надо, конечно же, ещё дополнительно их мотивировать. Ну и четвёртая такая причина, казалось бы, с моей точки зрения её не должно быть, но мне кажется, мы сами не до конца убеждены, мотивированы быть образованными, быть здоровыми, быть культурными. То есть всё это внутри нас, и, мне кажется, сами для себя каждый должен сделать какой-то выбор, хочу ли я быть действительно образованным. Так как с первых парт мы слышим такое крылатое выражение, учись для себя, а не для оценки или не для учителя. То есть это с возрастом потом понимаешь, но оказывается поздно. Поэтому все предыдущие три вопроса, которые я сказал, мне кажется, должны дать импульс для того, чтобы изменился четвёртый. И сами мы должны быть заинтересованы, мы, родители, дети наши, быть образованными. А вот насчёт мотивации быть здоровыми, как вы сказали, что насчёт восстановления спортивной инфраструктуры при школах? Ну мы ведь видим, да, в каком состоянии сейчас спортплощадки в школах, а ведь их можно использовать, я не знаю, для детей всего района. И за эти годы, за последние, они действительно пришли в такое заброшенное, за нетбанное состояние. Собираетесь что-то с этим делать? Понятно, что там тоже нужны немалые средства, но это нужно. Уже делаем, уже сделаны некоторые шаги конкретные, хочу вас обрадовать. И мы пошли таким классическим методом, что, как вы правильно сказали, здоровье, физкультуру. Мы сейчас не говорим о профессиональном спорте. Это отдельная тема, очень серьёзная, с которой тоже надо работать. Мы сейчас говорим о том, что здоровый образ жизни должен идти в массы. И, конечно, чтобы получить здоровье, на что-то вложить. И, конечно, здесь спортивная инфраструктура играет не последнюю роль. Поэтому мы уже в этом году по районам города устанавливаем комплекс, это десятки спортивных площадок, формата такого дворового, скажем так, где каждый может прийти, позаниматься. И, слава богу, я общаюсь постоянно с активной молодёжью, есть запрос на это. То есть есть, условно говоря, турники и брусья не будут простаивать. То есть и параллельно мы ещё уже запроектировали, средства выделили. И идёт проект, мы такой хотим сделать пилотный момент, который основан именно на тех фразах, которые вы сказали. И в каждом районе создать такой многофункциональный современный стадион. То есть это будет на базе образовательных школ, где территория, скажем так, позволяет, так как это действительно формата большого стадиона, и где будет современные искусственные поля, и там начиная от футбола, волейбола, гонбола и тенниса, и заканчивая уже такими игровыми видами, как теннис или тот же турник, стрит-воркаут и другие направления. Это будет современно, по-новому, чтобы у наших детей было желание и возможность заниматься действительно спортом в свободное время провождения. Организовать будем какие-то районные чемпионаты и турниры. Опять же, говорим о той же мотивации. Она должна быть, чтобы это было централизовано. И я думаю, спорт из кустов и посадок выйдет уже на качественные газоны. А впоследствии оттуда мы как раз получим тот уже спорт, о котором мы с вами говорили. На 100% уверена, что будут востребованы такие площадки в районах среди школьников. Ну, со школами разобрались. Давайте перейдём к дошкольному образованию. Официальная очередь полторы тысячи человек. Официальная. Городской голова заявил, что планирует ликвидировать её за два года. А вы думаете, ну, это реально? А если да, то давайте конкретно как? Ну, знаете, если Владимир Боряк поставил задачу, то это однозначно реально. Мы по-любому уже сделаем это. Поэтому и в этом году существенная программа, я считаю, беспрецедентная, создана. И в дошкольном образовании предоставлен полнейший карт-бланш для ликвидации очереди. Поэтому мы здесь идём в многих направлениях. И первое из них, это, конечно, как я уже сказал, мы используем ту базу, которая есть. То есть на базе и ЗНВК, и детских садиков, и школ мы открываем дополнительные группы. Там, где есть эта возможность, и территориальная, и, в принципе, вообще фактическая. И уже в этом году, вот в первой декаде осени, мы на базе действующих учреждений где-то введём 11 дополнительных групп. То есть, условно говоря, это почти 300 человек, которые пойдут уже осенью в садики, которые не имели до этого возможности. Следующее направление, это, конечно, создание детских садиков. То есть на базе разрушенных, и я считаю, это действительно проблема, бесхозяйственная какая-то. То есть мы видим, что есть по городу бывшие детские садики, в каком они виде. Разбитые, без окон, без крыш. То есть в этом году мы сделали полную инвентаризацию. И там, где это возможно, там, где это в кратчайший срок реально, мы взяли за дело. И уже и в Коммунаровском, и в Вознесеновском, и в Шевченковском, и в Заводском районе будут открыты новые детские сады, которые примут в себя от 6 до 12 групп наших деток. И я думаю, в течение буквально полугода мы уже с вами будем свидетелями открытия этих детских садов. И это существенный удар как раз по очереди. Третий момент, это, конечно же, нужно именно под эгидой городской власти восстанавливать вот эту утерянную базу дошкольного образования. Поэтому мы провели хороший проект вместе с комбинатом Запорожстали, где приняли их 7 ведомственных садов, опять собственность города. И, конечно, до этого они жили по потребности комбината. Там загрузка была 75%. То есть мы уже из средств городского бюджета дополнительно выделили порядка 4 миллионов гривен. И на эти средства, на базе уже вот этих 7 детских садов, откроем еще дополнительно 12 групп. И это еще плюс в копилку той очереди, о которой вы говорили. Кроме этого, мы ведем переговоры и рекомендуем. И на уровне министерства, кстати, приняты изменения, которые позволяют и упрощают методологию открытия частных детских садов. Небольших, а может быть, кто-то и больших. То есть до этого, конечно, было жесткое ограничение. И, по сути, в каком-то роге государство было монополистом. Но время не стоит на месте. Это тоже такие современные западные тенденции. Конечно же, мы рекомендуем, и это лежит и в области бизнеса, людям задуматься об этом. И кто-то для себя может выберет это направление, придет к нам. Мы с удовольствием окажем всяческую помощь, чтобы в нашем городе появлялись частные садики. Они, конечно, у нас есть, но это один-два, этот вопрос не решает. А запрос на это есть. Кроме этого, мы ведем переговоры с разными международными институциями, нашими партнерами. Вот есть один неплохой проект, показательный. То есть сотый садик тоже в Шевченковском районе. Он реконструируется за деньги государства Германии. То есть это немецкий инвестор, который пришел, с которым мы провели переговоры. И, я думаю, уже в течение года у нас будет современный западный детский садик, из которого громада Запорожья не потратила ни одной копейки. Это тоже интересный такой момент. И мы будем тоже двигаться, так как я сказал, с учетом, ну, давайте говорить честно. То есть на какие-то дополнительные средства, надеяться, нельзя с учетом децентрализации и передачи на места дополнительно не только финансирования, но и дополнительных функций, дополнительных, скажем так, строчек в бюджете. Мы понимаем, что бюджет с одной стороны расширяется, но с другой стороны расширяется зона ответственности и какие-то программы финансирования. Поэтому надо постоянно искать дополнительные источники финансирования, что мы и делаем. Поскольку вы курируете всю и социальную сферу, гуманитарка, социальная сфера, что с помощью детям-сиротам и лишенным родительской опеки, на что могут рассчитывать эти дети? Ну, знаете, вообще поставлена нами задача самим себе, что вот три направления — это, скажем так, люди пожилого возраста, это люди с особой потребностью, люди, которым нужна защита и дополнительная помощь от власти. И, конечно же, дети — это приоритет работы любой власти. И есть целое, к сожалению, до сих пор еще направление такое. Это дети-сироты, дети, лишенные родительских прав, дети, которые находятся под опекой. И мы впервые, кстати, в Запорожье разработана в этом году и на последней сессии принята целая комплексная программа по социальной защите детей как раз вот этой категории, в которой входит несколько направлений. И вы знаете, к созданию этой программы мы шли достаточно быстро, так как вопрос и ответ лежат на поверхности. А надо ли помогать этим детям? Ну, конечно же, надо. Это дети, которые в меньшей степени повезло в жизни, но они ничем не хуже, а порой даже это все бойцы, это все детки, которые в этой жизни стараются чего-то добиться. Но, с другой стороны, и есть взрослые, которые взяли на себя ответственность, не побоялись и взяли то под опеку, кто усыновил, кто создал приемные семьи, детские дома семейного типа. И это, конечно, та тенденция, к которой мы сейчас идем. И на национальном уровне, честно говоря, поставлена такая задача, и мне кажется, очень правильно взять вектор. Поэтому, если говорить, то в рамках этой программы мы все больше агитируем семейные формы воспитания. У нас в городе на учете стоит 1081 ребенок, это дети-сироты, лишенные родительских прав. Но всего лишь 10% из них на данный момент находятся в интернатных учреждениях. Если говорить 5-10 лет назад, процент был совершенно другой. То есть мы уже ментально, мы уже как-то психологически подходим к этому. И для нас уже не чуждо то, чтобы устанавливать брат в свою семью чужих деток и воспитывать их как своих. И тенденция эта растет. Я вам хочу сказать, за последний год, полгода, процент за процентом, соотношение деток, которые в семейных формах воспитания растет. Это не может нас не радовать. И кроме этого, поэтому мы, опять же, говорим о мотивации, увеличиваем мотивационную составляющую. То есть внедрены в этом году программы и учебные семинары для людей, которые хотят стать, скажем так, приемными родителями или для людей, которыми уже и стали. Проводим в этом году объявлен лучший опекунд года конкурс. И уже 44 семьи зарегистрировались. Там будут ценные подарки, поширения. Конечно же, акцент должен быть на сохранении семьи. То есть, мне кажется, это основная работа, чтобы семья в каком бы она шатком положении не находилась, ни в коем случае эта ячейка общества не распалась. И на это наши службы акцентируют внимание, ставят на учет, работают с ними точечно, чтобы сохранить семью. Но там, где это невозможно, и стоит отметить с горечью в сердце, что такие моменты частные случаются, там уже государство должно взять на себя ответственность, забрать ребенка и найти ему новую семью. И для этого мы в этом году тоже, я считаю, беспрецедентные средства и программы выделили. То есть, в Хартицком районе мы создаем комплекс детских домов семейного типа на базе учреждения бывшего муниципального. И уже там проживает одна семья, которая, кстати, приехала к нам из зоны антитеррористической операции. И мы там создаем, и сейчас идет полным кодом уже реконструкция и капитальные ремонты, для начала четыре таких полноценных дома на одной территории, с одними будут игровые площадки и так далее, где мы предлагаем. То есть, мы от себя, городская власть, предоставим полностью жилье, а люди, у которых есть возможность и желание, могут организовать детские дома семейного типа и переехать уже, скажем так, в готовое жилье, которое позволяет воспитывать до десяти детей. И у нас сейчас уже одна семья скоро также въедет, одна еще готовится, и в том числе у нас остается еще полноценных два помещения, которые будут готовы со следующего года принять в себя новую, скажем так, уже семейную форму воспитания для тех дек, о которых вы задавали вопрос. Также в поселке Тепличном мы заканчиваем современнейший детский дом семейного типа, он действительно станет украшением и, скажем так, таким вот флагом вот этого направления. Поэтому работа проводится, она системная, сложная, но мы к этому готовы и готовы как управленчески решать эти вопросы, так и финансово выделять средства. Я думаю, никто из громады не против, так как этим детям действительно нужна поддержка и защита. Существенная мотивация, ведь жилье как раз и является основной проблемой и преградой для таких семей. И напоследок, хотелось бы еще раз вернуться к вопросу здорового образа жизни. К счастью, здоровый образ жизни еще и вошел в моду в последнее время. Как развивается спорт на местном уровне? Какие программы по пропаганде здорового образа жизни намерена городская власть реально внедрять в работу? Ну, этот вопрос также лежит в плоскости. А заинтересованы ли мы быть здоровыми, спортивными? То есть все начинается, наверное, с утренней зарядки, а заканчивается здоровым питанием. И какие-то, если кто-то для себя выбрал спорт как вообще образ жизни, конечно, с серьезным уже занятием в спортзалах и с тренерским составом. Но мы начнем с самого начала. То есть этим летом мы тоже увеличили количество оздоровления детей. То есть мы знаем, что лето – это пора отпусков, пора оздоровления. И мы за деньги бюджета выделили порядка 10 миллионов гривен и отправили более 2 тысяч деток на Азовское море отдохнуть в наши детские лагеря. И с этого начинается, наверное, здоровье. И будем, наверное, на следующий год поставлена такая задача – увеличивать количество, так как все мы знаем уровень жизни, о котором мы с вами уже говорили. Но отдых и оздоровление, оно необходимо каждому ребенку. Следующий шаг – это в спорте. Я вам хочу сказать, если говорить языком цифр, то мы в этом году уже на 50% увеличили финансирование спорта по городским программам. На 50%. Что туда входит? Мы все знаем вопрос. Была на грани, скажем так, фола, на грани распада наша знаменитая детская и университетская спортивная школа. Это порядка 500 детей, которые, ну это самые, скажем так, самые способные. А вообще туда многие детки хотят попасть. И то есть охват, чтобы это не пропало, не исчезло из города, то есть мы вместе скооперировались. И в городе была принята программа, и создана еще одна детская и университетская спортивная школа уже. И на базе муниципальной эти дети продолжили заниматься спортом. И, скажем так, серьезный сегмент не выпал из жизни города. Мы создали вот на последней сессии еще два новых отделения олимпийских видов спорта. То есть мы создали отделение и по тяжелой атлетике, и по пляжному волейболу. Ну, то есть закрываем те позиции, которые как бы представлены в олимпийских видах спорта, но которые в городе раньше не было, именно на городском уровне. То есть мы... С чего начинается спорт? Да? Ну, конечно, надо что-то иметь в руках. То есть одного там бегозарядки мало. То есть мы собрали потребность по нашим детским и юношам спортивным школам и выделили на средства, то есть на закупку спортивного инвентаря порядка 4,5 миллиона гривен. То есть я думаю, уже осенью мы сейчас заканчиваем закупки, и осенью наши дети, наши спортивные секции ощутят вот эти изменения, вот эти новшества, которые мы с собой привели, так как мы понимаем, что нельзя требовать от спортсменов чего-то, не дав ему сначала, где он это будет заниматься, чем он это будет заниматься. И, конечно же, и далее мы будем увеличивать финансирование. Но спорт — это такая, скажем, такая материя, которая идет параллельно, то есть с осознанием и действительно с каким-то предметным занятием. Но я хочу сказать, что нам, запорожцам, есть чем гордиться. У нас действительно такой спортивный дух в казацком нашем сердце, он привит. И я думаю, что с нашей помощью, с изменением подхода к спорту, с увеличением финансирования спорта, я думаю, заметно улучшим и свои показания. И, может быть, на следующих Олимпийских играх уже в Запорожье вернется золото, и нам будет гордиться, мы будем этим. А наши дети уже завтра, мальчишки и девчонки, будут выбирать для себя спорт и приходить в спортивные секции. И не только для, скажем так, высоких результатов, а для себя, чтобы выбирали здоровый образ жизни, чтобы выбирали вот эту дисциплинированность, командную работу. Я сам занимался спортом и знаю, что это очень важно, и это помогает в дальнейшем в жизни. Поэтому спорт и развитие его действительно у нас в приоритете стоит. И тем проекты инфраструктурные, проекты поддержки, проекты спортивных программ и соревнований, они будут только наращиваться. И стоит такая задача, и мы увидим результат в ближайшем будущем. И, конечно, ждем от спортивного сообщества, так как оно тоже активное, тоже в этом помощи, чтобы они что-то советовали. А наша задача, в принципе, выполнять те задачи, которые перед нами ставят спортсмены. К сожалению, эфирное время завершается. Я благодарю вас за участие в программе и желаю, чтобы все ваши цели и задачи удалось воплотить в жизнь уже в ближайшее время. Телезрители, я вам напоминаю, с вами была программа «Давайте разберемся». Говорили о начале нового учебного года. Школьникам желаю удачного старта, родителям терпения. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова